Худшая оперная певица, лишенная чувства ритма, голоса, слуха и певческого таланта, возможно, страдала и психическим заболеванием, при котором больной уверен своей гениальности. Как же так получилось, что певица, наделенная такими антиталантами, стала популярной в первой половине 20 века? Нарцисса Флоренс Фостер родилась в июле 1868 года в Пенсильвании. Ее отец Чарльз Фостер был богатым промышленником. С 8 лет девочка обучалась игре на фортепиано, а в 17 лет заявила о своем желании уехать в Европу изучать музыку. Но отец Флоренс отказался дать ей содержание на эту сомнительную затею. Флоренс это не понравилось, поэтому она сбежала в Филадельфию с врачом Фрэнком Дженкинсом, который позже стал ее мужем. За мужество сыном адмирала беспутным неудавшимся врачом стало катастрофой. Несмотря на то, что мистер Дженкинс был вдвое старше, он так и не научился быть главой семьи и обеспечивать молодую жену хотя бы самым необходимым. На жизнь девушка зарабатывала, давая частные уроки музыки. Брак с Фрэнком оказался несчастливым, и в 1902 году Флоренс с ним развелась. В 1909 году Флоренс умирает отец, и она получает огромное наследство. На эти деньги Флоренс могла бы жить безбедно до конца своих дней. Но она распорядилась наследством по-другому. Она решила начать свою певческую карьеру, о которой так долго мечтала. Также в 1909 году она познакомилась с английским театральным актером по имени Сен-Клэр Бейфилд. Они прожили с ним 36 лет, и он помогал ей в ее певческой карьере. Бейфилд был младше Флоренс на 7 лет. В 1912 году Флоренс основала нечто вроде общества любителей классической музыки «Клуб Верди». Обосновавшись в Нью-Йорке, всего за три года Флоренс могла собрать вокруг себя сливки музыкального общества. Артистов, музыкантов, светских львиц, политиков и бизнесменов, которых накрепко повязала всевозможной помощью и услугами. Миссис Фостер Дженкинс помогала и молодым талантам. В 1912 году на собственные средства она организовала свой первый сольный концерт. Понемногу, год за годом, старания мадам Дженкинс увенчались успехом. Она стала местной знаменитостью в Нью-Йорке. И один раз в год давала закрытый концерт в отеле Ритц. Список приглашенных составляла лично миссис Фостер. А Бэйфилд лично рассылал их. Возможность проникновения посторонних на концерты полностью исключалась. Прессу предусмотрительно не приглашали. Флоренс Дженкинс никогда не была профессиональной оперной певицей. Для своих выступлений она приглашала только свою публику, оплачивала залы сама и считала, что может порадовать пением тех, для кого она много лет была меценатом. Несмотря на то, что эта же самая публика на концертах ее освистывала и высмеивала за ее пение. Ее постоянный на протяжении многих лет аккомпаниатор Космы Макман с трудом мог подавить смех во время концертов. Когда приходило время петь, она забывала обо всем. Ничто не могло остановить Флоренс. Она думала, что она великая артистка. Рассказывал, воспоминал он. Ее репертуар состоял из популярных сценических арий Моцарта, Верди, Штрауса. Часто на свои выступления мадам Дженкинс надевала шикарные сценические костюмы, которые она придумывала сама. Самый известный ее образ был ангел вдохновения. Шелковое платье с блесками и картонными крыльями за спиной. В 1937 году звукозаписывающая студия Melaton Records пригласила миссис Дженкинс для записи грамм-пластинки. Флоренс проявила оригинальность. Она пришла и записала все с первого дубля, без настройки оборудования и без репетиций. Когда она прослушала записи, она сказала, что они превосходны и потребовала, чтобы именно с этих записей и были выпущены диски. Диск «Слава человеческого голоса» Флоренс Фостер Дженкинс занимает первую строчку в листе продаж записей этой студии. За него дерутся коллекционеры, готовые заплатить целое состояние. Долгое время поклонники мадам Дженкинс упрашивали ее выступить на самой престижной сцене Нью-Йорка в Карниге-Холл. Но она по неизвестным причинам отказывалась. В этом легендарном зале мечтают выступать все музыканты. 25 октября 1944 года 76-летняя Флоренс дает наконец-то там концерт. Ажиотаж был таким, что все билеты были распроданы за несколько недель до концерта и цена на них достигала 20 долларов. С этого концерта Флоренс ушла довольная, счастливая, она достигла выдающихся успехов. Через месяц после своего триумфа 26 ноября 1944 года Флоренс Фостер Дженкинс умерла. Флоренс не смогла перенести на смешливые отзывы критиков на выступления в Карниге-Холл. История музыки знала множество плохих певиц, но никто не вспомнит их имен. А имя Флоренс Фостер Дженкинс будут помнить как гениального продюсера и пиарщика. Ей прощали отсутствие вокального таланта в обмен на ее помощь и поддержку.